Вести Карачаева, Черкесия Ведется масштабное строительство и ремонт объектов здравоохранения. В 19 школах региона в рамках проекта модернизации систем общего образования будут созданы современные центры детских инициатив. И Карачаево-Черкесия в тройке популярных маршрутов для летнего хайкинга в России. Далее подробно об этих и других темах. В Доме правительства Республики составилось заседание Совета по технической защите информации при главе Карачаева-Черкесии. Участники мероприятия рассмотрели актуальные вопросы состояния информационной безопасности Карачаева-Черкесии, проблема обеспечения защиты государственных систем, а также повышение уровня обеспечения безопасности Единой корпоративной сети регионального правительства. Продолжение следует... В регионе началось строительство и капремонт еще пяти объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах. Кроме того, в этом году будет построен фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Фроловском по просьбе его жителей. Действующий ФАП расположен в постройке 1970 года и вместо его реконструкции принято решение о строительстве нового объекта здравоохранения. Карачаева-Черкесия планирует в текущем году направить более 25 миллионов рублей на улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов войны, вдов ветеранов и участников боевых действий. Средства, предусмотренные в проекте бюджета на 2022 год, позволят улучшить жилищные условия 29 граждан, что в 2,5 раза превышает количество граждан в прошлом году, рассказывает начальник отдела по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых людей Министерства труда и социального развития региона Наталья Василенко. В 2022 году будет значительное увеличение выделяемой суммы и большее количество граждан смогут улучшить свои жилищные условия. В частности, это касается инвалидов. Мы планируем 29 человек обеспечить субсидиями с федерального бюджета на улучшение жилищных условий. Но я хотела бы обратить внимание, что Министерство труда выполняет федеральные полномочия только в отношении инвалидов и ветеранов боевых действий, ставших на учет в качестве нуждающихся до 2005 года. Это ни в коем случае не ремонт. Это приобретение, улучшение жилищных условий подразумевает в себе приобретение жилых помещений. Кредитные каникулы позволяют заемщикам в случае сокращения их дохода временно приостановить платежи по кредиту или снизить их размер. Предоставляется такая отсрочка на срок до полугода. Для этого необходимо обратиться к своему кредитору до 30 сентября текущего года. Могут ли жители нашей республики воспользоваться кредитными каникулами? Об этом расскажет начальник экономического отдела отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Воспользоваться кредитными каникулами может любой житель Карачаево-Черкесии, если его доход за предыдущий месяц сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Снижение дохода нужно будет подтвердить документально. Уточнить, какой именно документ необходимо представить в качестве подтверждения, можно непосредственно в банке или микрофинансовой организации МФО. Это может быть, например, документ об увольнении с работы или справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного. При этом у кредитора можно узнать, как лучше направить обращение, принести в офис, либо направить через личный кабинет на сайте или мобильное приложение. В заявлении нужно указать, что хочет получить заемщик – кредитные каникулы или структуризацию на условиях банка или МФО. Право на кредитные каникулы распространяется на все виды кредитов и займов. Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года. При этом правительством установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку. Для потребительских кредитов это 300 тысяч рублей, 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Для ипотечных в Карачаево-Черкесии это 3 миллиона рублей, для автокредитов 700 тысяч рублей и для кредитных карт 100 тысяч рублей. Новый федеральный проект стартует 1 января следующего года. Размер субсидий для конкретного человека, ведущего личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объема произведенной и реализованной продукции. Отметим, что получить субсидию могут сельхоздаваропроизводители при предоставлении первичных документов, подтверждающих затраты и реализацию своей продукции. Карачаево-Черкесское отделение общероссийского общественного движения «Народный фронт» поддержало инициативу о создании благотворительного фонда в поддержку бойцов ДНР и ЛНР. Акция по сбору помощи бойцам народных республик стартовала совсем недавно и за считанные дни показала, как много неравнодушных людей в России. Военнослужащие уже получили первые партии квадрокоптеров, бронжилетов, раций, спальников, обуви и медикаментов. Среди участников проекта множество волонтеров. Проект объединит в себе усилия блогеров, артистов и спортсменов, а также военных репортеров, работавших в зоне проведения спецопераций. Общероссийский народный фронт и региональный центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» создали в социальной сети ВКонтакте интернет-площадку «Ярмарка-09», которая призвана помочь предпринимателям и жителям Карачаево-Черкеси в продаже и покупке услуги товаров. Каждый желающий может оставить заявку на страницы сообщества и совершенно бесплатно продвигать с ее помощью свой товар, рассказывает глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Людмила Капушева. Возникла идея сделать площадку для тех, кто живет в КЧР, чтобы мы могли найти друг друга. Те, кто ищет продукт некий, эксклюзивный, и те, кто производит эти продукты. Прежде всего, это именно для тех, кто потерялся из старых, будем говорить, соцсетей. И так как наиболее развивающейся, наверное, площадкой сейчас является ВКонтакте, очень многие люди зарегистрировали заново, либо вернулись в эту соцсеть, было решено сделать эту площадку именно ВКонтакте. Нашлись активисты, люди, которые нас поддержали, СММщики, СЕО, продвигающие этот продукт, и они готовы, в общем-то, тоже помочь с точки зрения рекламы, таргетинга и так далее. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет, рассказывает руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Чекесе Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет, или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, который работает в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни и круглосуточно. Звонок по России бесплатный. В Карачаевске продолжается ремонт берегоукрепительной дамбы протяженностью более 2 километров на реке Тиберда. Это позволит защитить от паводков территорию площадью более 35 гектаров и 280 домовладений. Ремонтные работы ведутся в рамках реализации государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов завершить планируются в 2023 году. В этом году также запланирован ремонт трех гидротехнических сооружений на реках Эшкакон в селе Джага и Малый Зеленчук в ауле Адыгихабль. Продолжается строительство новой дамбы протяженностью 2,5 километра на реке Уруб в юго-восточной части станицы Преградной. В Карачаевске также продолжаются и масштабные строительные работы по благоустройству общественной территории «Зеленый остров». Она пользуется большой популярностью и является излюбленным местом у жителей округа, которые проводят здесь свой досуг, отдыхают вместе с семьями. Уже в текущем году она предстанет перед жителями полностью обновленной. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 5,5 гектаров. Напомним, в прошлом году Карачаево-Чекесе с проектом по благоустройству общественной территории «Зеленый остров» в Карачаевске стал победителем конкурса «Малые города и исторические сельские поселения». Город получил грант в размере 70 миллионов рублей. Предусмотрено также софинансирование из республиканского и муниципального бюджетов. В рамках реализации проекта на территории «Зеленого острова» на набережной реки Тиберда планируются масштабные благоустройства. Здесь будут построены тротуарные дорожки, подъездная дорога, автомобильная парковка. Установлены лавочки, урны, проведены инженерные коммуникации, освещение и пройдут работы по озеленению. На территории зоны отдыха появится горный креативный кластер с туристическим центром, спортивные детские игровые площадки. Кроме того, за счет частных инвестиций будет построено кафе на 105 мест и установлены павильоны. А в центре Усть-Жигуты в 2024 году планируют создать современный парк отдыха и развлечений общей площадью порядка 5 гектаров. Проект разрабатывается на основе запросов горожан, бизнеса, властей и социально-культурных учреждений, их идей и предложений. Благодаря благоустройству и современным архитектурным решениям, объект станет местом притяжения для жителей всех возрастов. Здесь планируется установить детскую площадку рядом с новым семейным кафе и создать зоны отдыха. На центральной площади города, прилегающей к парку, появится фонтан в этническом стиле. Запланировано также озеленение, обустройство точек продаж питания, мест для торговли и выставок и, конечно же, зоны Wi-Fi. Площадку адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. В период с 6 по 23 июня Росстат проводит выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. Оно основано на выборочном опросе с периодичностью один раз в пять лет во всех субъектах страны с охватом 15 тысяч домохозяйств. В Карачаево-Чикесе обследование пройдет в домохозяйствах в пяти населенных пунктах. Черкесский, Тиберде, селе Хасаут-Греческом, Зеленчукского района, Аулизиюка, Хабесского муниципального образования и селе Красный Восток, Малокарачаевского района. Наблюдение будет проводиться методом опроса членов семей по месту их проживания. В опросе будут задействованы интервьюеры, прошедшие специальное обучение. При себе у них должно быть специальное удостоверение и документы, удостоверяющие личность. Опросу подлежат один из дееспособных членов домохозяйства – женщина в возрасте 18-44 лет или мужчина в возрасте 18-60 лет. Помимо вопросов о домохозяйстве, программа выборочного наблюдения включает в себя общие сведения о респонденте, брак, рождение детей, мотивы рождения детей, помощь семьям с детьми, жизненные цели и ценности, а также условия жизни. Спрашивать будут о брачных отношениях, бытовых условиях, о рождении детей и мерах демографической политики, которые помогли семьям. Полученные от населения сведения строго конфиденциальны и не подлежат разглашению. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаево-Чиесе при содействии Министерства культуры. В ней дети от 14 лет смогут раскрывать свои таланты и пробовать себя в самых разных направлениях искусства. Рассказывает министр культуры региона Зураба Гирбов. В рамках школы креативных индустрий в первую очередь учиться будут дети, школьники, талантливые, способные к различным видам современных искусств. И мы будем их обучать, как овладевать навыками, которые сейчас востребованы на рынке. В 19 школах республики в рамках проекта модернизации системы общего образования организуют современные центры детских инициатив. Данная федеральная программа предусматривает капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций. Ключевая идея – построение открытой образовательной среды как целостной системы, способствующей развитию школы и успешной социализации ученика посредством его самоопределения в современном информационном обществе. Российский сервис бронирования жилья для отдыха «Твил.ру» опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах страны самые интересные маршруты для горных походов. Более 30% опрошенных отметили горные маршруты и тропы в Крыму как самые живописные и интересные для хайкинга. На втором месте Алтайские горы – это 27%. Бронзу в рейтинге самых интересных маршрутов для несложных походов получили маршруты в Карачаево-Чрикесе и Капардино-Балкарии. Как мы же сообщали, архызская сосна борется за звание «Российское дерево года». Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 августа. Сосна обыкновенная, высотой 30 метров, растет на поляне Таулу в окрестностях села Архыз. Конкуренцию ему составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в национальный реестр старовозрастных деревьев России. Номер архызской сосны на сайте для голосования 22. Фестиваль воздушных шаров, который посетят более 100 тысяч зрителей, планируется провести в Карачаево-Чрикесе в рамках празднования столетия региона. Об этом и других мероприятиях, которые пройдут в этом году, сообщил министр туризма и курорта в республике Расул Тикеев. «Мы основной упор делаем на событийный туризм, проведение мероприятий, посвященных к столетию. Мы планируем проведение таких мероприятий, как фестиваль воздушных шаров на территории региона, место, время на сегодняшний день в проработке. Также планируем большой фестиваль северокавказской кухни под наименованием «Кунак», где будут представлены все кухни народов Кавказа, будет проведено гастромический шоу и ряд других мероприятий. Вот буквально мы, кстати, недавно, обращаясь к радиослушателям, прошу всех принять участие в конкурсе граффити. По дороге на курорты, в частности Архыс, есть у нас опорные стены, так называемые, где будут нанесены лучшие отобранные рисунки мастерами граффити, что, конечно, придаст такие приятные впечатления нахождения на территории». С 4 по 18 июля в картинной галерее Государственного Горочаева Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчорова пройдет республиканская выставка «Конкурс работ самодеятельных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». В мероприятии примут участие самодеятельные мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства, моделиры-дизайнеры и реставраторы национальных костюмов. Посетители смогут ознакомиться с технологическим процессом создания изделий народных художных промыслов. Ну и последняя информация. Команда Карачаева-Чикеси по легкой атлетике заняла второе место во втором этапе девятой летней спартакиады учащихся России и завоевала путевку в финал, который пройдет с 22 по 24 июля в Челябинске. Общество с ограниченной ответственностью Вулкан требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкеско-Пятигорское шоссе 23-8938-038-84-37. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. Ноль плюс. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаева Черкесия. До новых встреч.